Изменения границ территорий, на которых запрещено торговать алкоголем, будут проходить более серьезную экспертизу. С 1 января 2021 года в силу вступило постановление правительства Российской Федерации номер 2220, согласно которому вводится новое правило определения границ. Законодательно запрещена розничная продажа алкоголя, в том числе при оказании услуг общепитом, на территориях, прилегающих к образовательным и медицинским организациям, спортивным сооружениям, воинским частям, вокзалам и аэропортам, местам нахождения источников повышенной опасности. Ограничена продажа алкоголя в рюмочных, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающей к ним территории. То есть, точки общепита с площадью зала для обслуживания посетителей менее 30 квадратных метров, расположенные в многоквартирных домах, могут работать, но без продажи спиртного. Расстояние это определяют депутаты местной думы с учетом общественных обсуждений. При этом в случае увеличения границ к проекту такого акта должно быть приложено обоснование. В Слободском над разработкой нормативного документа поработала специальная комиссия. Ранее расстояние от точки продажи алкоголя до территорий, прилегающих к образовательным, медицинским, спортивным и прочим указанным в законе организациям, составляло не менее 25 метров. Эту норму решили оставить прежней. А расстояние для определения границ, прилегающих к территории КМКД, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, по пункту 4.1 ст. 16.171 федерального закона определить 50 метров. Отдел экономического развития и администрации города провел оценку риска для бизнеса. Как оказалось, объекты, которые могут попасть под обновленную норму, попросту отсутствуют. Проект прошел все необходимые процедуры согласования. Эти вопросы решаются и на перспективу. У нас сети развиваются, предпринимательская деятельность развивается, чтобы данные вопросы были урегулированы. Депутаты проголосовали за введение новой нормы. Кроме того, как стало известно на днях, с 1 сентября 2022 года в Кировской области запретят продавать алкоголь в жилых домах. Проект соответствующего закона поддержали депутаты регионального законодательного собрания. Исключение сделано для предприятий общественного питания.